наступает время вдохновения так друзья всем привет мы начинаем выездной выпуск нашего первой выездной мы варим кофе в доме из картин кстати смотреть он туда лучше а дыма не видно здесь сейчас все в дыму на самом деле горит кофе который вылился в прошлый раз он переварился сигнализации какая сигнализация короче мы это паша суслов великий художник знаменитый который мы вместе учились в гике но известен он тем что он стал делать дома из картин и сейчас правильно ну дома из холстов получается я их расписываю в том месте потому что дома из картин если собирать из картин которые уже написаны ну да холст без картинки он еще не до конца картина да это же пространство для любого воплощения для любой реальности это как будущее надо объяснить сначала людям потому что потому что я тут пытался знакомо объяснить знакомо объяснить что это такое без фоток ну просто на словах и очень-очень все плохо понимают как это вообще что почему ты не можешь жить короче давай я скажу как я понимаю ты поправишь ты выбираешь место какое-то куда приехать например в лесу в горах на природе чаще всего привозишь туда холсты разных форм заранее заготовлены пустые сколачиваешь из них штуку коробку палатку ну типа палатку до живешь там и расписываешь и живешь в ней пока не распишешь все холсты и когда у тебя расписанный дом получается ты разбираешь и уезжаешь и этот эти дома не просто квадраты там сначала были квадраты сначала ну вот мы сейчас по всему а ты их считал вообще сколько у тебя их 20 19 19 подожди 19 домов когда ты закончил в этом году планируешь да я хотел сердце сделать мне несколько вообще видов здесь оказывается открытые студии говорят что можно заявку подать я хочу на винзаводе сделать тут два дерева растет и хочу сделать дом с трубой из трубы этого дерева растет ну и также расписывать все и жить мы сейчас на винзаводе находимся пусть вас не смущает вид всего записывается вид того как выглядит это винзавод просто в студии в галерее в открытых студиях мы находимся внутри этой студии стоит этот дом в котором мы сейчас находимся здесь ваша как бы ты не живешь на самом деле сейчас но здесь все сделано как это было на кавказе потому что самое интересное на природе но когда это актуально тольное жилье а так для вида делать непонятно зачем здесь бы можно было жить если бы я расписывал тоже так чтобы не ездить как мастерская такая короче как у тебя вообще это все зародилась идея как это пришло и вообще ты я просто вот помню в авгике был супер плодовитый всегда художник плане супер много картин писал больше всех вот и ну и вообще такой был примечательным так сказать человек как у тебя вообще это все пришла в голову идея делать ну после в авгике глузунулся же на летней практике на вашей по-моему в ростове великом поехали в палатке жить куда-то и соревновались еще на самый маленький холст на этом пленэре то есть они специально мы тогда в святогорске ездили понятно в общем они поехали в палатках жить чтобы просто рассвет написать я пойму я запомнил эту тему потому что я 2010 2009 и я из-за этого вспомнил как я ездил на фестиваль радуга перед поступлением в авгит раз жил в палатках ну там хиппари встречаются разные просто живут в лесу и поют песни танцуют ничего серьезного но я тогда решил строго поступать и рисовал наброски портреты всех вообще все что происходит и и и и и и когда летние практики прекратились в институте я подумал соскучился по ним это же круто то есть вначале ты просто с палаткой поехал да я поехал с палаткой на капказ потому что это ну вообще копейки просто ну огромный рюкзак правда я еще не подумал как можно что еду можно там закупить и простую взял банк в банках фасоли 10 банк фасоль 10 банк сгущенки и просто это рюкзак 20 килограмм просто больше весел и холсты еще да еще холсты 14 холстов я жил в палатке они мокли я думаю блин чё за фигня в общем и интересно огромные холсты здесь зачем маленькие и просто из них дома сделать и зачем вообще мы в горах когда можно на берегу моря сделать и так погоди запутался это первое у тебя с палаткой в кавказ было и ты понял что палатки отстой но еще в палатка была в рязанской области на городище нас короче ты ездил много раз не особо интересно это тоже интересно идея конечно была домик на море дом на море и писать а потом после ростова ведь керчь была ты ездил во вторую просто я точно тебя помню в первой они просто вместе смешались ну и хорошо да я с фенгалом еще ходил миша подняли просто мелкие ребята еще бухал тогда да этот один из мелких парней он потом пришел познакомился но и общался по-нормальному он не стал говорить что он один из тех был колобил ну типа такое но ему стыдно было видно и мы с ним рисовали на заборе граффити ну блин лет 11 12 ну то есть вообще ну как как и я был принципе я на их месте себя представлю поэтому спокойно так с ним разговаривал и начал рисовать граффити потому что благодаря людям которые там как-то помогали меня общались и рисовой граффити и дальше и дальше пошел заинтересовался рисованием ну конечно и родители по большому счету способствовали но в керчи я что вспомнил что ты все про море говоришь но я ничего такого не помню еще у тебя никаких холстов домов из холстов конечно это все потом было конечно это первый 2010 2011 году как раз просто ты сделал сначала как у тебя ну расскажи как у тебя искали сначала куб ну была размером с палатку штука у нас вообще одна местная палатка там холстов получается 9 9 длина крыши да и бокам ну просто стены не все разборные некоторые целиковые и там место мне бабушка показала я познакомился где-то это севастополь я тусил тоже пленэрил зимой я начал сдавать квартиру ездить просто повсюду по два месяца арендатора деньги на два месяца вперед и просто уезжал куда-нибудь смоленск ну где подешевле и где нормально и вот оказался в севастополе зимой и не бабушка ходящая почти каждый день куда-то заповедник далеко-далеко на дикие пляжи я смотрю какое место офигенное мы просто не всегда крым сырался с таким ну с пустым без без деревьев штука на такой голые пляжи здесь просто все в деревьях все зеленые сосны огромные я влюбился в это место и в сентябре оказался там и уже приехал уже домик подготовил там столярка дешевая тоже вот здесь все рядом художник семянский соседней галереи выставляется как раз я с ним тогда познакомился но он уже дом там приобрел потому что он понял что здесь все и и ты там их прям дело холсты да грунтовал ну столярки об чем дождь и все всегда здесь делаешь и не не одну как крым повезешь огромные холсты это дороговато но повторно я не но что такие большие думал здесь то не очень большие или какие тоже большие ну большие так не увезешь поезде вот это все я обратно вез это яйцо с кавказа я скрутил все в рулон рюкзак у меня был огромный рюкзак холстов но это тоже не супер круто так ничего дальше было после крыма я попал снова в крым мангуб колен есть такая гора рука если сверху меня смотреть наверное левая рука левая рука она состоит из каменных пальцев там был последний оплот византии который был разрушен это море она нет не в море это все это центр континента нет она лежит два низ гор и это тут же море было в крыму по-моему из-за этого они такие наверное раньше входило море кстати туда это красиво будет наверно было берегом и там было был центр византии забыл как зовут ну центр крымской византии это второй твой это был в марте и там был снег выпадал что вот это круто я понял что жить можно и и радоваться жизни даже в снегу а второе тоже у тебя до коробка просто мне там первые семь коробок просто седьмой дом начал ну в какой-то кубик рубик превратился уже типа ближе к инсталляции ну что-то уже какой-то объект что это уже не то что двоякая то есть точно уже это инсталляция без вопросов что-то не только пленэр и дальше уже после седьмого начал делать многогранники совмещать их космический корабль потом вот это яйцо это одиннадцатый домик вот кстати карта этих домиков всех на балахоне можно и конечно кстати по ним можно и рассказывать ну да и тут как раз последний домик с этими с конем морским что там на чем мы остановились покажи сначала все это урава первые коробочки вот они идут и вот крыму был с крышей такой уже как двухскактная крыша как у обычного домика кубик рубик потом многогранники пошли а сейчас вот в этом да мы сейчас вот в этом находимся потом какой-то безумный проект граффити я с граффитчиком петро был атмосфера первая она с ним объединился он сделал эскиз граффити и парень дизайнер сделал этот вид у макси все отдали мне чертежи я напилил но почему-то мы решили огромному сделать не знаю как это в общем там куб который вмещался в него внутрь четыре на четыре метра ну он специально сделал этот куб чтобы был каркас а я еще не знал что про каркас что нужно сделать его и начал без каркаса все развалилось и нашелся какой-то я познакомился на пляже с человеком который подсказал мне говорит слушай здесь в диагонали делаешь у тебя ничего не развалится съездили с ним за брусом а он такой типа отдохнуть от семьи просто тусить в палатке пожить и такой с радостью мне помог да не в Крыму это вообще подмосковное озеро и оказывается на подмосковном озере тоже такая жизнь может кипеть просто бездорова потом был танк из холстов потом домик на дереве мне рассказали крепление как дерево не повреждать там типа дыры были в нем через как бы не нет просто две прищепки такие делаются стягиваются с двух сторон и внутри еще делается обмотка из деревяшек и и это кольцо не может ниже спуститься потому что дерево расширяется хоть на чуть-чуть и он как бы это кольцо держит все если ты его стянешь еще прищепками струбцинами как это называется шпильки такие огромные толстые железки гайки раскручиваются то дерево вообще не повредится и вот кстати твой календарь у меня в том дереве висел не дам тебе видео надо показать потому что так это фигурирует с женщинами сочи но это пятнадцатый год а не знаю что у тебя было начало олимпиада олимпийский потом был я дальше еще пытался понять я к тому что вот дерево и там же сучьи ветки не это сосна мы с саша выбирали сосну самую большую насколько она может быть подмосковным в лес но я боялся не знал что их свойства насколько они прочны и же шатают на ответ ну да ну не так где-то а ты прям жил на неделе вот самолет был когда он был тоже на дереве закрепленный было сосна чуть меньше и она но чуть-чуть вот не сочилась вместе где нагрузка основная была чуть-чуть смолы кровушки и и попил этой сосны но тем не менее она сейчас рассвела еще лучше то есть как будто внимание людей привлечения внимания ну наоборот дерево расцветает а оно такое уже засыхало такое уже чуть-чуть какие-то ветки были такие мертвые а вот это чё такое вот этот марио а ты земле не марио я знаю просто не помню у меня домик я хотел сегодня холст привезти наверное завтра еще дополнить да я его делал размером с давида который в пушкинском ну да во флоренции в музее пушкинском музее копия а где он стоял я про марио в деревне деревне флакон то есть завод флакон да есть деревне подмосковья да можно искать ради завода да но и они там постепенно очень медленно такие быстро и такие стильные домики и как буду устраивать территории все так крепко очень становится и я там два проекта уже сделал марио и и конька морского там сети он у голова мне больше себя правило на расстоянии просто это самое актуальное место где бы это могло бы быть в россии насколько это чё такое фестиваль кстати даже все пропустил в россии парк николу ленивец это такой огромный самый огромный в мире ленд-арт-парк это там огромные инсталляции там в основном восходит до палийский николай палийский художник делает штуки но там ну так разряженным еще много всего классного и такое не держит планку такое планка архитекторов высокая ну потому что архитектор отвечает вообще больше всех исторических профессий потому что в домах люди живут если что там все с таким же крепким посылом они там обустраивают территории очень классно они тебя позвали уже сами или ты им в двенадцатом году еще посылал эту голову когда и вообще не мог сделать ну просто я нашел после первых домов да я нашел эскиз графику когда поступала в гиг или на первом курсе не знаю учебную голову эту обрубовку и подумал а точно надо делать как и делать это чуть упростил я думал мерить еще что-то федор карпельенко не делал это среди макси модель сам я уже напилил сам я уже тогда снова делал подрану вот они в двенадцатом году потом в пятнадцатом году им снова послали уже ну тоже так бредовано не позвали вообще пообщались и я приехал круто но а в какой момент ты понял что у тебя это переходит такой из просто такого знаешь типа увлечение странного такие в арт-проекты или это сразу ты как думал что это будет арт-проект ну смысле как это странное увлечение не я имею ввиду что но сначала просто кубы это как бы ну кубы и кубы ладно прикольно приехал пописал но мне кажется это еще недостаточно для галереи вот что такое пока ты начал строить уже сложно мне кажется нормально хорошо для галереи тоже ну я подразумевал как раз я и придумал после парка никола ленивец всю эту тему когда жил в этом до до архиза до гор палатки я жил палатки на городище 10 века интересно совпадение что в тот же момент когда я жил и писал построили в никола ленивце на городище вот эту скульптуру кумара огромного из брюя очень смешной комар просто размером 5 высотой 5 на 5 такой огромный комарище или вы по дурацки сделал и вокруг олени и лоси и сейчас потом олени и кабаны висят пробитые стрелами на огромных деревьях какая огромная штука сделала и короче ты вдохновился да но я вообще вдохновился парком что это возможно что люди делают тратят свои силы всю энергию и я уже о чем не сделать холсты собрать в коробку 5 сек и просто пошло-поехало и вот до сих пор едет ну я имею ввиду что да но меня больше просто впечатлило когда ты стал вот эти всякие сложные более делать фигуры то что когда-то просто кубы это конечно круто но это не так все впечатляет как вот эти все вот даже этот дом он очень крутой и по ну по пластике такой по всему месте ну что важнее впечатление да или идеи да изначально идет идея все равно потом ты и развиваешь либо для зрителей либо для себя нужно ли я просто органически как ощущаю проект идет и идет фактически может сам идея извини все всегда приходят как дальше можно переделать переработать и для меня такого другого пространства вне был всегда даже но самый маленький домик это было пространство внутри пространство входишь в изнанку вне измерения существуешь так а сколько у тебя примерно по времени они длились то есть ты их сразу сколачиваешь вот такие вопросы у моих друзей почему ты не можешь жить в палатке писать холсты из них сколачивать уже а ты как бы ты сколачиваешь сначала из белых да да и потом а как ты разбираешь или сразу на них пишешь я пишу на нижних прямо сидя сначала записываешь нижние все но если пейзажи хорошие да в чем прикол что я могу целый день ходить вокруг одного предмета и в зависимости от того как солнце падает каждый час она пара в разных местах я просто пишу утром здесь там чуть позже здесь и вот так далее обхожу вокруг и мне получается 9 я на следующий день могу тот же круг сделать и доработать каждый из пейзажей и потом конечно но и одновременно я смотрю что композиционно все совпадало внизу внизу сделку чтобы он сверху рифмаловаться и что постоянно рифмы какие-то шли по цвету по композиции чтобы они все разные были светлые тёмно потом вот допустим второй ряд ты уже их снимаешь ну какие-то снимаю да такие неудобные то есть максимально что удобно ты пишешь в конструкции потом всякие ты снимаешь а вот например если ты снимешь большой холст над нами который у тебя же дыра будет в живище ну и что ты его навесишь чем-то не ну это же все равно это быстро в дождь я не смогу писать если что не на я имею ввиду вот не про дождь а просто ну дура в дыра в пострадочный космический корабль здесь же не будет это герметиза разгерметизация то есть просто в порядке ничего страшного а ну подожди если я сплю то я не пишу значит холстам сверху но я снимаю только на то время пока пишу ну смысла нет он сохнет и все зачем мне его хранить где-то в другом месте иногда его оставляю в поле там иду покушать и ничего страшного что дыра солнышко светит я просто ты прости за дебильный вопрос все правильно это классные вопросы просто мне интересно технически я как бы это точно кофе не будешь в общем да не больше интересует с технической точки зрения как это все а еще сразу такой вопрос и спрошу пока у меня в голове а ты не боялся что где-то люди придут стремное и там чем-то попортят вандалы конечно я все время боюсь ну просто типа чего чего бояться что же тренировка своего рода а приходили когда не были констичь ну вот совсем страшно ничего не было на кавказе был выстрел ночью просто ну там кстати вот здесь вот на этой площадке тоже был выстрел здесь пьеса чехова было и и выстрелили там ну естественно ружье висело и которая выстрелила в конце пьесы все как нужно а потом здесь на при лавке где как это называется где женщина сидит и смотрит очень смотрительница сидит на ресепшене пуля появилась я подумал что это пуля инвертирована как в доводе и она сначала выстрел а потом появилась и конечно же ее поставил там где объясняю рассказываю какие-то предметы из этих бомжданов и и вот и как раз выстрел был вот в этом яйце после которого я решил начать есть мясо в аккуратных случаях ну так мне условно условно я долго не ел когда в институте учился так погоди а как это связано с выстрелом там пастух тусовался рядом и которые которым друзья приехали ты видел и про кавказ про этот дом до кавказ и что-то начали общаться и а там такие ну ребят немножко непонятные и хотели угостить меня супом с мясом и такой не не было ну и прям так уперся вообще и там просто понеслось такое ну как безмолвное но напряжение и этот пастуха он такой чип от не уважаешь нас пастух чапаев такой мудрый чувак но он реально наконец такими усищем и бухарь и он сразу стопы типа давай-ка ну так потихом меня оттащим и чё ну ничего просто типа он тебя спас ну да немножко а выстрел чё а потом выстрел был ночью я спросил у пастуха чё стрелять о тебе лучше не знать и я подумал что это пьеса которые сейчас показали спустя спустя сколько лет это было в один час это было на самом году посмотреть да это было в тринадцатом году точно и сейчас 21 спустя восемь лет я с объяснила зачем произошло короче этот дом свидетель двух выстрелов да а может одного просто он совмещен во времени никто не знает может наши квантовые двойники сейчас находятся в прошлом в этом яйце и я читаю роман без знал о нас потому что будет происходить здесь ведь могут совпадать точки будущем и прошлом если их форма объединяет ладно давай мы не туда не полезем этот понятно но в целом короче просто ты было стрёмно иногда но ты типа перебарывал страх просто ну то есть ночью в лесу там же звуки всякие стране вот просто не люблю это все даже палатка да ну как-то меня в детстве возили родители всякие у меня родители любили палатки там гранится поехать наш на зеленую сновь на ночь ну да у меня уже с родителями какие вообще кажется но мне не нравилось мне каждый раз двое и стрёмно и вообще не люблю всякие безудобств смотри удобство это после веглама жизни жизни веглами когда ты понимаешь что можно такой комфорт сделать у тебя будет лить дожди на всю ночь и тебя веглами будет офигенно это еще до домов тоже это же надо за домов это вот после двух палаток примеру палатки два месяца но также писал все лето все почти эти белые ночи на севере совсем это река локса с друзьями там до 10 человек на звали глава настояла и неудобства все можно убрать если если аккуратно подходить бытно и в этом кайкает что ты у тебя ничего нету до пустая земля и ты раз ты все обустряешь себе теперь очень удобно но еда там понятно может быть еще горелка там всякие консервы и костер тоже ну а вот там мыться например можно подогреть воду если там в лом обливаться холодной водички подогреваешь ты всегда у воды у какой-то ну да на мангуб колене не было не было воды и я ходил это вот эта пятерня на кавказе ручей было тогда конечно везде вода есть то есть тебе нужна вода рядом чтобы мыться там если что еще такое да туалет вода ну туалет понятно как бы везде вокруг не особо страшно они скучно тебе так всегда один или с кем-то знаешь постоянно кто-то встречается ты начинаешь замечать эти маленькие нюансы жизни очень важно когда то если постоянно в городе живешь ты уж все начинаешь пропускать в кашу в серу все превращается а здесь начинаешь замечать это сразу один столе или как и туда и палатки один но на два раза палатки один съездил потом биг вами уже большой компаний встретились обрезала дома дома то сейчас но ко мне присоединились постоянно кто-то допустим это даже в домике на дереве там просто пришла девушка в лес с мужем так и будет можно я здесь тоже поставлю что-нибудь поставил себе домик и начала писать там оставила эти тоже картины писали да 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 какие-то ребята еще подсоединились там палатки жили какая-то там организовалась кухня огромная с костром дачники туда приходили шоколад варить мне просто каждый вечер я там остался до первого снега потому что эту силу больше чем это сколько времени все вместе сколько там прошло ну наверно два с половиной месяца уже есть это в хорошем месте домики на дереве подмосковное озеро ну просто знаешь там думаешь что-то нереальное потом раз садишься и все я начинаю покружусь кипеть а вот каких-нибудь представишь управлять в каких-нибудь диких местах но бывал то нам идет максимально типа никого нет ну не всегда там где-то какие-то все равно что-то кто-то везде появляется но я даже не представляю такие места где это могло бы быть потому что ну куда можно было бы довести на машине холсты такого формата такого самое дикое это единственное было архистика где вот это яйцо стояло ну такой самый мой экстремальный пример который я вообще не представляю как можно повторить ну так же далеко уехать что очень далеко что именно экстремальное ну затратно наверное просто ну и затраты еще не только материале но еще ты же привлекаешь очень много людей то есть здесь у меня друзья из таврополя искали столяра то есть тоже такой вклад их как энтузиазма давай давай мы по порядку пройдемся вот есть допустим запланировал летом поехать дом сделать какой-то сына ночью да вот мне он самый такой скакал с этого не имеют вот весь проект целом как ты планируешь как ты готовишься к нему откуда деньги берешь копишь на как бы типа весь год или как как я сейчас делаю да у нас допустим я придумал сердце летом сделать сделала в 3d max и сейчас сам это все раскладывают до чертежей там через две программы иллюстратор и пипикура потом пилю пока вот на пиле лежать дома торцовочной пилой раз в неделю чтобы соседними то есть просто покупаешь строительному да я покупаю уголок такой и клею туда еще другую и рейку и получается такой ну как нужно чтобы холст натягивался не на всей рейке было только на краешке получается ну и самая тема что я беру из прошлых домов у меня все дома в рулонах хранится чтобы было место вот этих картинок а ты каждый раз то есть ну это яйцо куплено поэтому я не успокоюсь я взял просто его из коллекции и подрамники у меня балконе все лежат я беру длинные рейки делаю самые большие холсты изначально потом докупаю деньги появляются и раз там сколько мне нужно в неделю 4 я купил напилил и в тот же день там начал грунтовать и так всю неделю грунтуется тогда следующего это вот сейчас вот такой самый запланированный домик будет сердцем потом дальше что вот они есть все а холсты я просто покупаешь потихонечку сразу у нас продается на этом на сельскохозяйстве лен из беларуси такое место самое дешевое дешевле чем конечно и просто двадцатиметровыми рулонами может просто или у меня кусок или это скинуться на у меня есть все все эти необходимые вещи я в это время кидаю в резиденции разную рассылку портфолиусы и заявки да какие-то появляются новые вещи новые я кидаю кидаю сейчас буду думать о заповедниках потому что что-то меня нигде не верят потому что я еще пытаюсь свою же тему не которую они предложили тему может после нашего подкаста возьмут но это сейчас ты сам пилишь и все такое а раньше ты говоришь стойлер искал стойлер первый раз в палатке когда это не на кавказ на сам а поехал в рязанскую область узнал я про это место от парня который там искал золото ну эти драгоценности кривичей с помощью металлоискателя ну драгоценности условно нет он старый друг из детства из подросткового возраста мы с ним курили траву и пили пиво бэдвайзер и играли в страх и неной с лас-вегаси мы придумали потому что он был похож он такой большой ну кстати печально закончил он умер два года назад к сожалению ну вот и он меня научил пилить потому что он просто не мог пилить уже такой садился в кресло и и говорил уго чарис умер и очень печалился по этому поводу и засыпал а мне нужно было к завтрам уже напилить 30 подрамников и я такой и все мне рассказал все все премудрости стойлерного мастерства и потом ты сам стал так ты же говоришь что не привезти например в крым на поезде это все крыму дал кому я делал стойлеров то есть куда не привезти если далеко где-то то ты ищешь на месте заказываешь подрамники или вот везешь что холст везу холст на а грунт прогул там все можно купить что там нужно желатин яйца желток цинковое белье можно тоже краску с собой что-то не плести мел если него нет на строительном рынке зубы прошу буквально все сам да это интересно как алхимия я делал так но потом перешли когда начинаешь знаешь закрутал сначала 10 холстов думаешь блин круто как сложно а потом так вот уже закрытыми глазами фигачишь и тебе в удовольствие нравится интересно добавляешь чуть больше не очень больше вменного масла там мешаешь разные пропорции сейчас ты будешь натягивать дома холсты то есть ты вот делаешь подрамники натягиваешь холсты грунтуешь дома проклеиваю грунтую и потом ты как-то на машине те друзья кто-то сейчас левка еще прокрываю золотом тебе сердце золотое хочу сделать и пока края еще покрашиваю тогда насчет вождения у меня был крутой водитель айваз он несколько домов отверз и это подмосковь да это подмосковь это ближайшие какие-то домики потом не кололи невец на отстояние это уже договаривались они сами потому что они местных кого-то наняли и это было дешевле и вообще нужно так действовать а сколько занимает голова например по объему все холсты сложены сколько голова размером было нет но как бы и размером и сколько она в сложенном состоянии но это редко и газы полный метр сорок пять было небольшая газет собрана на самом деле стопка была метр ну на полтора на метр ну такое то есть ну как габариты палатки палатка складывается такую штучку также можно и представить вот эта штучка больше палатки пять раз но палатка же из ткани ну это условно говоря тоже из ткани все просто вот эти подрамнике они единственное место зима и поэтому представить можно вообще как это уменьшается но это есть в этом момент удивление когда ты из какой-то кучи каких-то деталей непонятных у тебя раз форма образуется в месте где не должно было быть интересно да человек соскать а ну и короче ты везешь те кто-то везет это все ты приезжаешь и за сколько у тебя времени уходит чтобы собрать вот из белых холстов от дня вот яйцо быстро собирать морского конька я собирал и ты все один яйцо собирал морского конька там он держался на палке 20 на 20 сантиметров брус 6 метров высоту слушай и вот я заказал это палка думаю нормально сейчас один раз раз и все и очень привозят и ящию поднять не могу такая жесткая ну там это в деревне флакон созвались все деревенские жители один парень там инженер есть он таких труп не накидал мы по-египетски начали тащить этот стул на этих палках я откопал яму на восемь сантиметров и в общем мы все вместе пытались это делали с этого 6 метров 6 метров этот стол и в общем закрепили его вертикально с помощью линейки там у нас много было быстро накрутили этих палок диагонали потому что там квадрат уже был ну и середина стоять и я уже начал подиум собирать и подкреплять его снизу чтобы он держался и вот и все остальное все этим уже ну то есть какие-то сложные моменты конечно нужно были люди самолет тоже также не помогли ну прям просто из воздуха и друзья и потом думаешь блин а это вообще я делаю может это уже так запланировано все уже кто-то расставил своих друзей и и такой ты просто как Юрий Гагарин такой типа говоришь поехали а за тебя уже все просчитали тебе главное не париться чтобы не было разрыва сердца а ты ни разу не планировала ну как бы ты же когда планировал например ты просто думаешь что типа а соберу один или ты такой а кто-нибудь поможет я помню я пытаюсь на себя ориентироваться в смысле ты заранее не договариваешься да заранее не договариваешься я думаю что ну чтобы не напрягать потому что я не могу финансово никак это ну понятно ну подарить еще один хвост кому ну типа это не всем то да там нужно что я могу дать человеку вот новый рассказ просто а когда к тебе подходит с энтузиазмом значит человеку интересно он выкладывается и он ради истории пытается помочь и это интересно и тогда уже начинается взаимосвязь интересно но это намного интереснее чем ты бросишь ну и здорово когда ты чем больше на себя берешь тем больше тебе людей помогают уже соединяются и тоже что что у меня ощущение при сборке последнего дома так и же так как когда я поехал в палату на кавказ ну такой же страх такой же неверие что что-то получится хотя вещи гораздо сложнее морского конька да и каждый раз все сложнее и сложнее все это установки места страх тоже сам а где ты сердце у вас в деревне флакон я ищу потому что я в деревне флакон планирую сделать этот дом на воде у меня есть озеро и я собираю мусор который от меня остается пластиковые бутылки там пятишки все что угодно что плавает от разбавителей я хочу пакеты собрать это будут такие баллоны у меня с лета до лета накопилось уже 100 литров мусора 150 литров то есть литр это килограмм выдерживает плюс дерево плота то есть я уже вполне могу плавать на этом на своем мусоре который от меня остался там просто один друг есть в этой деревне который заморачивается по мусору ну просто по этим экотемам всем и рассказывает что вообще можно сделать потому что от каждого человека миллион всего остается и мы просто это выкидываем а это же материя которая может быть ну и полезна и интересна так и потом в общем ты живешь пишешь это мы выяснили все во время этого случаются интересные истории не мы просто важный момент когда ну такого взаимо общения с местом на котором ты садишься когда и морского конька ставил я уже был аккуратен не смотрите я каждый день писал с утра вставал утром на рассвете писал пейзаж очень тихо спокойно вслушивался в пространство и потом делал уже оставшуюся часть дня возводил этот дом дальше а то есть ты его медленно делал да и он постепенно жил в палатке что значит да жил в палатке ну пока возможность потом когда голова появилась и я мог на нее уже палатку удрузить я уже живу а он сколько 6 метров на был куча на 6 не на плюс голову двухэтажный дом у тебя было там вот и в груди и в груди была кухня ну на самом деле был самый неудобный потому что как у тебя возникают идеи в виде чего построить у меня список просто каких-то самых нелепых идей которые динозавр стегозавр стегозавр у тебя где там он когда был на флаконе 17 год он там есть тоже я в нем не ночевал вообще ни разу это единственный домик просто привозил друзей там тусовались отмечали последний день лета но без это потому что он тоже очень крутой вот мне больше всего нравится голова и стегозавр но остальное тоже прикольно но вот этот еще прикольно потому что необычная форма что-то как не ну какая-то она не правильный шар не этот вот какой-то как камень яйцо планировалось как яйцо вообще просто она на боку да не похоже да ну не очень похоже на просто яйцо представляешь представляешь его вначале так и планировал сделать но есть баня какая-то золотая баня скандинавия сделана форме яйца тоже мы сделаны из этого другие пропорции другие формы но также из фуллерены сделаны лишь футбольный мяч просто видишь есть одни уменьшенные штучки те уголники другие увеличены тот дизайнер свой прорабатывал аккуратно не форма вот это крутая мне кажется я бы дома такое слость только делается окон много да с окнами вот сердце у меня было в морском коньке были глаза окна сейчас уже будут окна в каждом из фильтров вот этих из сосудов сердечных а сердце реалистичное да реалистичное я тебе представил просто обычное я его лепил из глины сначала найденный как раз в деревне флакон и долго лепил делал его сначала обычное сердце как он и лаки ставил уже прорабатывал я представил просто такое мнение я не очень это этот поп-арт какого джозеф кунс кто делал вырывай там в Версале выставку ну кунс да сердце сердце не помню ну хотелось похоже на это звучит реалистично почему я хотел чтобы типа отличаться чтобы не попса была какая-то наверное у меня еще ну я такую тему писал что как движение крови движение внимания человека то есть каждый хвост это такая фиксация внимания к какому-то интересному событию или месту и ты этим своим вниманием внимания наук как бы закрепляешь на вечности 500 лет да на холсте там честь 505 он сгонет и живущий в нем художник который закрепляет эти стены этого дома вот через окна смотрит во вне выпускает внимание наружу просто там выплывает ну то есть внимание как более ощутимая более зримая вещь но оно будет красное в основном что нибудь или просто из разных как обычно нет ну просто я золотом покрою его а так пейзажи так же будут я эти вещи знаешь так просто фантазирую что-то придумывается но на самом деле для меня все он так и остается просто вот это вдумчивое вглядывание в пейзаж а ты всегда пейзажи пишешь ты не думал делать какие-нибудь типа более концептуальные там штуки может портреты пейзажи нет ты знаешь мне 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 нравится смотрится я имею это больше такой типографика я что-то больше как сказать условно что-то такое наше стилизованное может как графита же графе начинал с граффити граффити что-то больше что такое наш с обводкой чего-то типа может стиле матиса стиль матиса динозавров рисую вполне хватает я прямо отрываюсь это мне надоедает этот тонкая живопись потому что я называю тонкой живопись вот и я сразу 2 цвета картинку какую-нибудь бабах там с динозавром историю как общение динозавров ну просто я бы наверное если что ты такое делал я бы наверное делал максимально наш такой африканский типа стиль черное белое там что-нибудь красное желтое сам дом в котором ты живешь да ну да да знаешь чтобы максимально ярко было для людей потому что у тебя они все равно выглядят как будто ты их пытаешься с природой соединить ну я для этого же и выезжаю на природу ну я выезжаю в то место в котором стоит дом чтобы познакомиться с этим местом мы с ними мимикрируем но я все равно вне его я никогда не стану одним целым с этим местом поэтому я отделяюсь от него этой оболочкой и это оболочка максимально похожая она как бы отгораживает меня от этого места я свободно остаюсь самим собой вот но при этом как арт-объектом этим на время отдаю этому месту дань ну типа я здесь посижу хорошо ничего страшного я не помешаю просто ну да просто мне кажется прикольно было бы что выглядел бы наверно издалека лучше бы как если платон был максимально яркий такой еще если огромный и еще и яркий смотри это уже привлечение это слишком большой взрыв но если природных местах ну в городе это не так заметно ну по ощущениям по внутренним когда в городе когда ты здесь когда здесь ночуешь сложнее ночевать даже на пляже было но просто жесть поставил эту коробку что-то ну просто внутренние что-то не возможно страшно мне не страшно просто 뭔가 будет беспокойство что-то во внутренние но как будто ты ворвался в чужое во что-то ну представлю ты ворвался чужую квартиру и такой типа и начал там бегать и прыгать шуметь когда ты делаешь аккуратно пейзаж тонкий ну то То есть, это не такой шум, как если бы ты сделал суперяркое что-то и громкое. А, понял. Как в Николы Леницы, по ощущениям, они же там делают огромные вещи и яркие. И как они вписываются в эту территорию, они же уже там долго живут, а они знают это место. И знают, что они могут там, и что не могут. И они очень долго прорабатывают все эти моменты, обдумывают названия, всё-всё-всё. Фестиваль к этому готовят. И эти же вещи ещё делаются к фестивалю, а сам фестиваль громче вещи. Потому что это и музыка, и свет. Сейчас они начали делать фестиваль сигнал до самой атмосферы. То есть, события ещё более громкие, которые со сцены. То есть, такие молнии или взрывы пространства, времени, которые сейчас все просчитываются. Ну, люди, которые специально вот это всё ощущают, не знают, как это не повредить, чтобы реальность этому месту. Они так раскидывают. Короче, ты тактично пытаешься. Тактичность, да, конечно. Ну, хотелось бы. Может, ну, как я её себе представляю. Конечно, с возрастом каждый человек становится более тактичным, если стремится к этому. Я, видишь, такой чувак, больше всегда думаю про коммерцию, про всё такое. И я думаю про то, что если бы это было, я как бы не про тактичность в плане искусства особенно. Я думаю, что если бы это было ярко максимально и такое, знаешь, жирно. Типа, ну, в смысле, ну, типа, дерзко, то это бы привлекло очень много внимания. Это там, если особенно какое-то место, где люди есть, там фестиваль рядом какой-то. Все бы это фоткали, и эта медийность бы получила, и ты бы больше получил намного известности какой-то, как художник. Ну, у меня нет таких целей, известности. Ну, зачем? Ну, в смысле, я пока не вижу в этом смысла, я не смогу с этим работать. Это ещё не мой предмет художественного процесса. Я не могу взять там это, использовать как арт-объект, ну, как что-то… В смысле использовать? Ну, использовать известность. А, известность? То есть, она… Ну, это же что-то… Может, ты думаешь, что не сможешь, а на самом деле… Ну, всё приходит, там, органично, да. Ну, я и думаю, потому что её нету, да, там, и поэтому я не использую её. Может, я и потому что не умею её использовать, а её и нету. Просто вот эта заявка, мне кажется, то, что… Ну, вот эти дома – это такая заявка на, типа, известность, на популярность, ну, на крутую такую. Типа это, знаешь, такое заявление в мире искусства. Но, как будто… Вот у меня ощущение… Я сейчас, ты не подумай, я ничего там… Ну, всё порядка. …без претензий каких-то… Ну, всё порядка. Это максимально ярко, там… Это максимально… Да, ну, здесь есть такая речь о подготовке. Насколько вокруг этого много людей подготовлено. Такой пьедестал, как у памятника, есть, да? Угу. Есть определённый размер человека, памятника и… Ну, пьедестал, который его держит. Угу. Ну, её незаметно, потому что… Ну, и деньги, которые крутятся вокруг этого, чтобы это сделать, этого человека настолько громким, настолько, ну, вот этой вершиной пироги… Угу. Просто я их… Ну, у меня их нету. Ну, и это всё… Ну… Это всё работа. И это тоже… Ну, нужно знать об этом. Нет, это понятно. Но ведь я-то против того, что просто можно сделать, типа… Это же просто краска яркая, грубо говоря. Ну, не совсем. Это как вот, ну… Если ты боишься, что ты не вынесешь вот это вот то, что на тебя свалится, если ты сделаешь там красный какой-нибудь… Ну, да, это как вот, ну, опять в космическом корабле открытишь, и вылететь в открытый космос, и чего? А зачем? Ну, это какой-то… Просто знаешь, есть… Ну, как с этим… С прибиванием… На площади. Ага. То есть раз… И громко, и всё. И куда… Внимание всего мира в одну точку. На один глоздь. Этот глоздь сейчас стоит на миллиарды, да? Но… И на него внимание из будущего. И… Ну, что с этим глазем делать? Сам Пётр может с этим глазем что-то сделать? Я думаю, нет. А те, кто… А есть люди, которые могут. И если бы всё было подготовлено аккуратно… А может, так и было… Что-то я потерялся… Ну, ладно, я тоже потерялся, не будем. Я просто что хотел сейчас сказать последнее, что… Вот ты говоришь… Я… Вот когда ты говорил… Подумал про пьедестал, вот что у известных художников есть очень большая опора в виде кучи людей, денег, там, спонсоров и прочего-прочего. И поэтому они, типа, чувствуют все силы и могут создавать что-то такое дерзкое и крутое. И вот… Сейчас, погоди. Можно я сказать? Да. Что… Не, просто мысль бы закончить хотел. Что… Есть такое выражение английское. Fake it till you make it. Типа… Делай вид, что что-то у тебя получается, пока не получится. Я так и делаю. Ну, я имею в виду, что… Типа… Что… У тебя сейчас нет вот этой основы из этих людей. Но ты делаешь крутой проект. И если бы ты сделал, например, что-то такое… Ну, дерзкое… Ну, дожал по максимуму… То… У тебя бы, может, она и появилась постепенно это. И тебе бы уже легче было потом делать что-то. Поехал-то… Я первый раз на Кленэр для того, чтобы, как бы, тишину почувствовать. Я эту тишину передаю. Мне нужна была эта пауза. Мы здесь находимся, как бы, отгораживаемся от внешнего мира и находимся в какой-то паузе. Угу. И холсты, почему я их не только целиком продаю большими, а продаю отдельно, чтобы показать, что каждый холст – это вот эта тишина. То есть я продаю человеку, который так же устал от такого мегаполиса, который сядет, посмотрит на это и… И такой раз… Что популярность… И вот это – это все шум, который… Нужен ли он вообще? У меня просто… Я понимаю тебя. И… Ну, как бы… Я не ощущаю, что, если я более дерзко что-то сделаю, что этот шум не свалится мне и не раздает. Ну, просто от чего… Ну, очень… И… Вокруг меня недостаточно будет людей, которые меня смогут отгородить от этого шума. Угу. Потому что это тоже работа, да. Там, например, многие художники, которые работают очень в тишине. Угу. А этот… Эндрю Уайт. Да? Он же прожил в одном месте все. Все время. И, может быть, вокруг него как раз тоже было много людей, которые отгораживали его от известности, но помогали его, спонсировали, покупали картины, да, что он мог творить в этой тишине. Угу. 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 Я понимаю тебя… Чего я хотел сказать. Угу. Я просто хотел сказать, что у тебя эти проекты сами по себе очень амбициозно выглядят, и как будто у меня диссонанс возникает от того… Ну, от формы… Гигантская голова из холстов – это крутая форма для современного искусства. И диссонанс того, что ты несешь, как бы, твои мысли. Понимаешь? Немножко… То есть, если бы ты делал какие-то… Ну, вот там все, например, какие-нибудь шары или такое, знаешь, что-то очень такое… Скромное? Природное… Что-то… То это было бы, ну, еще в одном, как бы, направлении. А тут немножко диссонанс от того, что насколько ты дерзко и ярко заявляешь… Там, танк, например, или самолет. Ну, знаешь, такие штуки. И пишешь на них очень такие пейзажи, как сказать… Ну, русские такие, средние русские волосы, грубо говоря. Ну, вы видите, это тоже контраст, это дополнительная работа. Ну, это да. Ну, в лице я почувствовал этот контраст ярче всего. Ну, формы и… То есть, супер дизайнерская форма, продуманная, как по человеке. И… У меня вот… Очень легкая живопись карказа. В голове больше всего контраста, то есть, с головой. Вот, мне кажется, голова, она самая такая модернистская. А еще же добавляется контраст, то, что я же… Ну, сейчас вывожу из хрущевки, из хрущевки все. То есть, вообще, как будто… Ну, тысячи квартир одинаковых. И тут из одной квартиры что-то выезжает… Газель. И потом раз, такой… Голова. Ну, да. То есть, ну, да, добавляется. Или вот Марио. А Марио тоже был у тебя разрисован в… Ну, да, постепенно разрисовался. Там же тем, что красный, жёлтый и зелёный у него пиксели. И я делал зелёные летом. Ага. Потом жёлтые – это жёлтая осень. И потом, когда листья падали, я уже делал вот эти красные какие-то… А тебе не страшно было, что кто-то просто сопрёт это всё? Ну, вот с выставки у меня украли здесь работу. Ну, типа… Отсюда? Да, отсюда. Просто вот здесь вот сидит женщина, смотрит за всеми. А, но когда это стоит на природе? Ну… Ну, когда если здесь сопрут, то что на природе-то бояться? Ну, в смысле… На природе никогда не было проблем. У меня всегда были проблемы в городе как раз. Ну, в смысле, даже и не когда стояли дома в городе, когда… Угу. Угу. А вот на флаконе динозавр у тебя стоял? У тебя какие-нибудь ребята на нём что-нибудь рисовали? Ну, конечно, писали, да. Типа… Теги там какие-то? Ну, чуть-чуть совсем. Не то, чтобы это было невероятно… что-то невозможно… А ты не думал, так как ты начинал с граффити, с всего такого, ты не думал, например, что-нибудь собрать и зафигачить это баллончиком, например, максимально быстро, чтобы… Опять же… Ну, это тоже как бы ярко и дерзко было бы не в твоём стиле. Я, оказываюсь, ещё на 500 лет назад. Ну, в том смысле, что человек, ну, взял Леонардо Гавинчи и зафигачил вот этот… у него многогранники он рисовал, он мог сделать себе подрамки, запрантовать их, напилить всё и писать, сидеть у себя там… не в замке, который ему спонсировали, да, там… он сидел, заперти там и рисовал. Французский корот, да, его спёр из этого… Я помню. В конце жизни. Он бы сидел бы в лесу и красил бы чего-нибудь, независимо. Ну, в том смысле, что ещё такое путешествие в прошлое немножко. Ну, что я материалы использую, которые были когда… И, ну, это, как бы, такое ощущение… Я просто… я просто всё про то, что, типа, я понимаю тебя… Ну, круто, я сейчас раз после разговора возьму и что-то, ну, посплю и придумаю что-нибудь интересное. Я такой, блин… Конечно, так и нужно. Просто у меня, видишь, максимально противоположный подход ко всему. Я бы такой, так, этот проект надо сделать… ну, допустим, я придумал такой… Хм, надо сделать, но я бы сделал максимально быстро, знаешь, так, типа, максимально ярко и дерзко, всё, чтобы этот… вообще, может, взял бы там баллончики или валики и нафигачил бы, такое, типа, за неделю расписал, всё такое, фу, всё, готово. И максимально, знаешь, это промоутировал бы везде в соцсетях… Ну, смотри, ты живёшь в городе. Ну, да. Со своим ритмом ездишь куда-то. Какие-то встречи случайные, которые ты можешь не очень хочешь съездить. Ну, какие-то хочешь, ладно, там, на выставке, всё, такой поток информации. Тут раз в год выезжаешь куда-то в красивое место. Короче, ты кайфуешь. Да, и ты просто, ну, наслаждаешься тишиной, ну, каким-то контрастом от города. Ага. Люди заводят дачи, да. У меня нет дачи, я не стремлюсь построить какой-то целый дом, да, постоянный. У меня дачи в разных местах. Ага. Ну, такой контраст к городской. И я поставил, и всё, это моя дача. Я обустраивал эту площадку во время, ну, какое-то временное, ну, на два месяца. И в этом интерес, что в следующий раз у меня будет дача в другом месте. Ага. Знаешь, это похоже на яхтинг. И когда я оказался на яхте, ну, мне подарили друзья книжку «Гурман под парусом» про то, как готовить на яхте разное блюдо. Я вот читал её «Дом бомжа» и прямо того и радовался. Ну, потому что какой-то на одной волне с людьми. Ага. Прям вот это какой-то дом, ну, путешествующий. Ну, там-то постоянно он конкретно путешествует, а у меня просто появляется в разных местах. – Слушай, я тебе придумал, придумал проект новый. – Давай. – Я тебя немножко заколебал, наверное, своим энтузиазмом уже. – Нет, это как раз наоборот. У меня же это всё из чужого энтузиазма, я-то вообще уже мёртв. – Я уже мёртв. – Я подумал про то, что ты бы мог сделать, типа, лагерь для художников и всем, типа, с поселения таких домов. Взять энтузиастов, сказать, хотите со мной поехать и все тоже… И, например, прикинь, один был бы большой твой дом, вот типа такого, и вокруг него много маленьких, где живут. – Ну, блин, ну это же возвышение уже. Ну, как бы ты над кем-то. – Ну ты можешь хорошо, можешь такое же делать, всем одинаковое. – Если делать, то тогда уже… – Если все одинаковые, хорошо, такие пум-пум-пум. – Одинаковые, с одинаковыми – крутая тема. Я подумаю. Ну, надо придумать какую-то форму, чтобы… – Тебе надо взять несколько художников, мне кажется, могут найтись энтузиасты, которые такие, типа, крутая идея. Пожить, например, месяц где-нибудь. – Договориться где-нибудь, да. – Да. – Ну, кто захочет еще жить в доме из холстов, понимаешь, здесь же проблема в том, что… Ну, все равно это течет, но это все равно дом из холстов. – Это не палатка. – Ну, да. – Я накрывал вот это яйцо тентом. – У меня… – И я только в следующем доме… – Надоело мне уже накрывать, он был слишком огромный, я палатку бы внутрь поставил. – И жил в палатке уже здесь. – А почему надо еще в палатке? – Он не хватает… – Ну, конечно, в челе все… – Холодно? – Нет, затекает все, если дождь или дождь. – А часто дожди вообще были? – Ну, нет. – Ты пытаешься выбрать летом, да, чтобы максимально… – А бывало, когда прям вот самые жесткие такие, типа, ты приехал и все время льет, там какая-нибудь ужасная погода? – Нет, такого совсем стремного не было, потому что все-таки природа, она офигенная, она всегда знает. – Нет, это это, автостопом по галактике есть тема, что какой-то мужик ездил, и куда он не приезжал, все время шел дождь. Ну, он как бы выбирал такой маршрут, ну, неосознанно, да, он ехал в том… – И по нему потом начали предсказывать погоду. – Ага. – Вот, и можно также наоборот сделать, типа, солнечную погоду выбирать только. – А у меня на эту волну никак не встану, но хотелось бы. – Ага. – У меня один домик был, вот, на море. – А, десятый домик, что ли, на пляже Шайтан, такой огромный. – А, да что за пляж? – Многогранник. Рядом с Валаклавой. – Ага. – Дикий пляж, небольшой, метров тридцать в длину. Там было сложно спать, но был очень солнечный свет. – А, наверное, там голым можно ходить? – Ну, да, там ходили. Но местные ребята, слушайте, только голыми здесь не ходили. Не ходите, у меня друзья жили наверху, и не приходили. И по выходным туда приезжали местные. Просто заполнили весь пляж и слышали музыку всю ночь. – Как они относились? – Ну, сначала, конечно, типа, чё ты здесь стал? Это моё место я здесь стою каждый выходной. – Ага. – Уже десять лет. Я такой, чё, блин, я здесь постою две недели и умью. Можно? Ну, и какие-то темы интересные, что я… – И нормально в итоге понимаешь? – Да, конечно, всегда всё в порядке. Ты знаешь, как будто, ну, иногда, что ты в телешоу каком-то участвуешь, и как бы такой момент в телевидении, что такой должен герой возникнуть, и сказать, типа, чувак, чё здесь поставил холодильник какой-то, давай уходи. Я убирал первые, ну, рядом с домиком какой-то мусор валяется, да, там оставшийся от прежних, ещё что-то, ну, просто там чего, потому что всё время красить неинтересно, да, нужно какое-то занятие самоходить, не только подготовить. И шестой домик, я сижу, пишу, и раз, возникает парень на озере, подмосковный, который начинает вокруг убирать всё, просто ухаживать за озером. Ну, подмосковное озеро и класс, вот, и через какое-то время, через год, через год, он становится депутатом в том районе, ещё чего-то, ну, и возрушается постоянно, сейчас он благотворительностью занимается, то есть он до сих пор общается, да, такие вот дружбы возникают. – Слушай, а ты не думал куда-нибудь за границу, например, съездить? – С удовольствием, конечно. – Просто денег надо, да, новые не хотят? – А, нет, ну, есть же резиденции разные, те же ленд-дарф-парки, не только в России же есть. – Или туда надо просто, типа, подавать заявки? – Надо заявки, да, начинать подавать. Ну, вот сейчас я чуть-чуть научился их делать, надо просто, ну, уже искать вне, ну, дальше идти. Ну, самое ещё стрёмное, что это одна и та же идея, просто она по-разному, да, преподается, ну, это, ну, не совсем, я буду на конкурс приходить и петь одну и ту же песню, и пытаться, и ждать, пока мне дадут главный приз. – Ну, мне кажется, не, на самом деле, в искусстве в современном, этот, приходит такого часто, что один художник делает что-то постоянно одно и то же, и… – Да, но он параллельно ещё чем-то занимается, ну, какие-то вещи. То есть есть какой-то рефрейм, да, который… – Ну, ты же тоже пишешь просто картину тоже. – Ну, да, но мне почему-то кажется, этого недостаточно. – Ладно, не знаю. – Не, мне кажется, нормально, мне кажется, ты себя немножко, ну, как сказать, недооценишь, что ли, тут в этом плане, мне кажется, всё нормально. Я внутри посмеялся, как бы подумал, вопрос в стиле Дудя, «Сколько ты зарабатываешь?» Но я хотел спросить про… Вот ты говоришь, этот купили дом, а вообще как у тебя? Только его купили из всех? – Танк. – Танк ещё купили. – Да, но я продаю… – А как тебе, это кто-то, когда ты уже, когда ты вот в процессе ещё? – Нет, это потом уже. – А как они узнали? – Ну, просто яйцо я выставлял в этом городском парке, это друг купил, в общем, и там, в принципе, тоже. Я просто продаю по возрасту, мне сейчас 36 лет, я по 3600 рублей продаю. – За что? – За холст? – За холст. – Ага. – И сколько тут холст? – Это я продавал, когда мне было 29 лет, за 2900 рублей. Даже за холст. – Ага. – То есть яйцо, оно стоило, ну, здесь 29 хостов на 29, то есть это 30 на 30, что там, 90 тысяч. – 900. – Ага. – Ага. – Да, 90. – Ну, то есть сотен за яйцо отлично вообще. – Ну, я, честно… – Ну, я, честно… – Ну, я бы… – Я, честно… – Я, честно, его бы оценивал в 900, наверное. – Ну, наверное, да, конечно, ты можешь продать, но тогда эти деньги пригодились для следующего проекта, да, для какого-то… – Ну, ты, короче, чисто, как настоящий, этот, капиталист, вкладываешь все, что заработал, в новые проекты. – И… – Не, ну, все равно я же еду там кладу. – Ну, да, понятно. – Да, все, все, продолжается жизнь делать. – Ну, вообще… – Вообще, по-божески-то, конечно… – Ну, то, что зарабатывать не очень-то получилось. – То есть, все не я занял, но чтобы дать денег у мамы. – А… – Так что, меня поддерживают родители. – Ну, да, я просто, конечно… – А ты думал, как-то, может, больше выйти на какое-то коммерческое… ну, с помощью… зарабатывать с помощью этого чего-то такого? – Ну, я думаю, если бы я думал, то, наверное, все получилось. – Ну, я думаю, но пока никаких… – Угу. – Это, короче, не самоцель для тебя. – Ну, у меня и нет возможности. Ну, самоцель. Просто мне нравится политика продажи, да, по цене, по которой можно в галерее. Я же выставляюсь, да, пытаюсь куда-то ссылаться, но пока нет. Ну, мне ничего, все, ну, молчание везде. – Тебе, конечно, я каждый раз… – Ну, ты знаешь, я вообще тебя… – Избыки такие… – Вообще тебя еще в ГИКе гениальным считал художником всегда. – Тогда ты еще даже карандашиками там наши с цветными, или фломастерами там… – А, эти наброски… – Да, да. – Керчь, ну, первая Керчь была. – Да, да. – Как раз я за… – Аглорочковой, да. – У меня появились все эти цветные штуки. – Ну, это же чисто в ГИКовское вот это совмещение материалов… – Да, да. – Всех… – Крандаши, по-моему… – Я еще тогда думал, что тебе бы какого-нибудь грамотного… – Ну, видишь же арт-менеджера, он уже может диктовать сам условия, как тебе работать… – Ну, есть… – Он бы тебе точно советовал бы чего-нибудь, типа, поярче там или еще что-то… – Ну, уже точно… – Лучше самому разобраться в арт-рынке и уже начать что-то… – Может, у меня поэтому нет, да, потому что мне нужно самому это проделать… – Ну, как я начал, я пилил… – Ага… – Ага… – Ну, точнее, мне делали, помогали делать, там я покупал, а потом сам начал пилить… – Это 3D Max? – Да, 3D Max, да. – Да, 3D Max, да. – Может, и с этим тоже есть какие-то, просто изучить получше… – Ага… – Ну, также заявки, да, мне друзья писали тексты… – Ну, просто мне было интересно даже другое мышление… – Ага… – Ну, познакомиться с другим человеком, как это сделать… – Ну… – Ну… – И я просил… – А сейчас я думаю, а чего вообще… – Ну, можно же… – Я всегда про себя… – Знаешь, есть люди, которые вот всё делают в команде, там, ещё что-то… – Я про себя всегда думал, что я одиночка… – И я такое, типа, люблю… – Лучше я сам всё сделаю, там всё нарисую… – А ты ещё как будто… – Ещё больше одиночка на максималках… – Вообще даже холсты сам всё вообще делаешь… – Ну… – Ну, всё равно ведь это же… – Кто-то мне помогал изначально… – То есть это всё равно… – И до сих пор со мной эти люди, которые… – Ну, я не считаю, что это… – Я совсем один… – Я с теми людьми… – Нет… – Как раз делаю дальше… – Хотя, как бы такая… – Команда осталась… – Она просто растянута во времени… – Я даже не то, чтобы команду… – Ну… – Ну, тут в домах ночевало много людей, кстати… – Угу… – То есть, да, приезжали, кино смотрели… – Ну, не получается одному в современном мире… – Всё перемешивается вообще… – Ну, надо, ну, прямо целью задаться, чтобы я один… – У меня нет такой цели… – Всё равно… – Ну, я рад, что… – Ну, конечно, иногда устаёшь, как бы, как компания… – Ну, вот так… – Всё органично… – Короче, ты… – Короче, ты… – Ну, я готов… – Типа, есть люди… – Хорошо… – У меня нет людей тоже хорошо… – Типа, всё время по течению… – Ну, да… – Гармонирует течением… – Ну, да… – Светсерфинг… – Когда ты… – На волне… – Пытаешься сбалансировать… – Ага… – Ну, что может же… – Тип перевернуться… – Убить тебя… – Может волна… – Ну, если нет… – Ты получишь удовольствие… – Так же, всё, что происходит… – Может быть, огромными волнами… – Мелкими… – А так, конечно… – Я бы поэкспериментировал… – Чтоб там, да… – Поехать… – Ну, то, что… – Несколько человек, да… – Там… – Или… – Вдвоём… – Пожить… – В этом… – Ну… – Ты инстаграм начал вести… – Это тоже… – Мне кажется… – Прикольный шаг такой… – Да, кстати, да… – Инстаграм… – Я оставлю ссылочку… – По описании… – Класс… – Лайк… – Ну, да… – Мне кажется… – Короче… – Я тебе… – Давай, наверное… – Надо заканчивать потихонечку… – Я тебе желаю супер успехов… – Всяких… – Но… – Так, чтобы это тебе… – Максимально комфортно было… – Ну, в смысле… – Классно, что всё медленно происходит… – Ну, то есть… – Так… – Раз… – Научился… – Ну… – Чему-то новому… – Там… – Добавил… – Там… – Что-то убрал… – Ну, всё… – Ну, когда… – Постепенно внедряется… – Как это… – И строительство дома постепенное… – Спасибо… – В общем… – Мне кажется… – Ты точно заслуживаешь… – Так… – Ты не знаешь вообще… – Кто-то… – В мире такое… – У кого-то есть похоже… – Или нет… – Мне кажется… – Нет… – Такой концепции… – Знаешь… – Творится… – Ну, просто может быть… – Похожее… – По форме… – Но… – Пишут… – Пишут… – Просто по-другому чуть-чуть… – Есть какие-то инсталляции из холстов… – Из просто… – Ну, не из живописи именно… – А… – А… – А… – Ну, тема то, что это тоже… – Ну, нет… – Это не то… – Это не то… – Это не то… – Какие-то близкие вещи… – Наверное… – Ну… – Я так точно… – А… – Ага… – Ага… – Ну… – Ага… – Ага… – Ага… – Ага… – Ты знаешь, иногда некоторые вещи классные, когда… – Ну, допустим, был художник… – Концептуалист русский умер недавно, был в СДХ выставке… – Ааа… – Ааа… – Ах… – Ладно, не помню… – Но он делал такие аккуратные штучки маленькие, которые надо глядываться… – Смотришь… – И когда… – И они очень интимные… – Ну, в смысле, такие вот… – Ага… – Ага… – Ага… – Ага… – Вот он в Хрущевке там жил или где, и вот видно, что этоWestka… – Он такой, советского… – Ааа… – Ага… – Ага… – Ааа… – Ага… – Ага… – Ааа… – Ааа… – Ааа… – Ааа… – И это привлекало внимание в чём-то… – Огнулом Глобальном, сделанные какие-то маленькие скромные вещи… – И в этом была идея, в этом подчеркивалось концептуальность этих вещей… – Ух… – Аа… вещи которые сделаны на показ да там еще что-то может их наоборот не выставлять как раз и круто что что их него невозможно выставить и в этом будет ну концепции что это ну наоборот круче что что там выставить часть этих вещей из представлено 10 холстов из разных серий какие-то серии еще не сделаны какие-то уже сделанные уже разобраны и проданы но представьте никак и зазипованные папки внутри которые существует огромный мир которые если придете на выставку я могу рассказать так никто не узнает в этом ли вы и в этом классность мне кажется что здесь же выставка не совсем моя газе же актеры тусу здесь столько коллабораций в гиг института кино и винзалода двух разных конституций как они могут как они создают пространство вместе какое новое движение и в не выставляется вот ладно понял давай по твоим по этим безумным проектам как серия все еще серия 360 градусов портреты людей 360 разных человек да 360 разных человек просто такая анимация головы анимировал да анимировал конечно я их тоже доделаю то есть они как бы написаны но многие просто шлешь мне потом я могу да конечно конечно все пришли потом проект полоска 5 на 160 сантиметров холст и постепенно увеличивается по 5 сантиметров до квадрата потом сужается на этой штуке на перед их 63 холста и на написано там на на узком там девушка и как они там друзья мои парень с девушкой чередуются на всех холстах и вот здесь вот на плоском холсте парень нарисован и 64 холст это парень с девушкой они стоят на море смотрит это крест такой есть когда завершающая серию штука просто за счет ритмики собранные вообще абсолютно разные пейзажи ну разные люди ты можешь составить историю за счет этого движения ритма холстов что она как это может это быть но а так это неизвестно потом я видел фильмы такие с таким монтажом но когда кадр так сужается еще интерес было сразу смотреть потому что это же тоже поле экспериментов с кадром фильма что в фильме может быть он постоянно изменится конечно greenway кстати кстати да ты же мы же с тобой оба считай аниматор мультипликатор ты это же тоже на тебя сильно повлияло конечно да в гиг ну просто из кино поэтому у тебя с той картину можно анимировать марта учать мультик из этого какой-то круто а ну и так еще чё так алфабит две хрущевки я взял подруги и мою и просто брал оттуда пейзажи букв а б в искал рассматривался предметы здесь на выставке буква d висит и получается что две хрущевки они как бы совпадают все вместе в одну потому что они же одинаковые да и непонятно где находишься там или здесь и женская холсты просто квадратные или в виде холсты разные но площадь их зависит от того на колком в каком количестве используется эта буква допустим йо она используется очень редко и холст 2 на 2 метра был а о самое популярное самое популярное да и был холстик 20 на 20 сантиметров все буквы образовывали фразу любясь не щивцы вздохнет мэр кайп и жгуч это панграмма по ней шрифты определяются просто ни одна буква не повторяется там тире точки они там было 6 знаков припинания как рефренд более одинакового формата ну чтоб тоже я рассматривал стену чтобы она смотрелась тоже по тональности по по цветам здоровски был за зал огромный колонны и вот я там вставлял такие серии большими круто а вот там еще динозавры или last day до последний день из азус киры это динозавры цветные просто как как тени динозавру там она разная да просто там розовый на черном там желтый на зеленом интерес они были сначала два на три метра холсты первые поставил на том же подмосковном озере потом уже ну мне матис прямо всегда привлекал хотелось именно попробовать и очень понравилось но для меня тема в том что с ними сам три вещи которые нравятся аутистам космос планеты железная дорога и динозавра чаще они мне нравятся почему почему знаешь но у меня предположение то что они их пути никогда не поменяются же динозавр живы и они уже по-другому не пойдут мы уже знаем как они ходили планеты летят в одну сторону мы можем рассчитать будущее этих планет и прошлое и даже железные дороги без без сюрпризов если не взорвать мне тоже нравится жизнь мне кажется всегда казалось что немножко у детей тени как бы динозавра такие квантовые остатки того что они остались ведь мы же можем их увидеть этих динозавров свет от них который идет улетел куда-то на 60 миллионов километров световых а чаще чаще станции метро это по цветам веток метро 365 дней в году еще не все станции построены не все холсты написано это вообще такая серия 11 я просто там закончил холст и еду в метро и фотографирую новые что-то и начинаю обращать внимание больше на людей потому что я когда поступал институт я постоянно сидел рисовал в метро это был по кайфу уже изучать типажи сценки или еще ходят сейчас же эти вагоны которые насквозь просматриваются там же люди когда идут в центре они же там чувствуют взгляды на себя они уже как эти как модели начинают ходить и это тоже ну заметно это интересно или тоже самому сам подиум метро вся станция тоже иногда фотку делаешь такую случайно видишь там люди там две стороны ну как модель красиво одевается все интересно и ты определяешь что наверху творится а это искусственный мир это подземелье это какой-то андеграунд интерес очень многое многое веселье если сматриваться жизни хотя ты просто вроде едешь на работу каждый день или на учебу ничего интересного че здесь рассматривать но советские люди когда строили сразу просекли тему и начали там ну там очень продуманные станции первые все они строили как храмы они уже знали что это не просто так ну да это же был как считай храм советского коммунизма что и вот то что типа это же считалось метро что вот вместо церквей теперь люди собираются вместе под землей поэтому они такие были пафос на самом деле первые христиане тоже собирались под землей короче давай заканчивать мне кажется мы клево поговорили спасибо мне тоже очень столько мыслей крутых вот в общем да подписывайтесь на пашу крутой художник сами увидите вот надеюсь что мы с тобой еще где-нибудь пересечемся и может быть я приду в какой-то и домик еще когда нет еще раздала на природе было бы круче да может летом в сердце если это будет не очень далеко хочу подвесить между деревьев делать платформы натянуть на 8 деревьев и вокруг него уже сделать это все сердце и так чтобы кончик касался земли ну чтоб стоп подпорку сделать если не получится растянуть так хорошо круто ладно все спасибо всем спасибо тебе заканчиваем